15 километров здесь мы проходили, а вообще где-то порядка 50 километров было путей. И шпалы, там не видно, а здесь вот видите, конечно это аварийные. Пути я вот говорю в прошлом году разобрали, а в этом году хотят эти пути. Собственник теперь. Собственник в Москве, поэтому им не надо, им не интересно. А у нас в Бежанцах очень много с этих рельс, потому что здесь очень много. Когда торфопредприятия закрыли, эту собственность все растаскали. Это почка. Вот наши болота, они видны. Вот сейчас мы идем вот по этому пути. Вот этот путь. Но местное население этими путями пользовалось с 1972 года и по нынешний день. Если их уберут, то тогда на торфоболото за грибами, за ягодами местного населения никак не попасть. И главное то, что там в конце этого пути, которая 15 километров, вот, есть кладбище, на которое до сих пор еще живые родственники приезжают. Туда иначе не попасть будет. Дрезинка еще с советских времен осталась. Вот по этому пути были здесь вагончики. Чего-то я их не вижу. Ни одного. Наверное, все на металлолом сдали. Вот. И вот такие дрезинки были. На этих шпалах работал я в свое время, будучи комсомольцем. Мы зарабатывали деньги так. Поэтому и мой труд здесь вложен. Кладка-то крепкая. Я уезжал отсюда. Здесь была у нас контора, предприятие, уже действующего. Полностью первый и второй этаж. Керметизация плохая, и вода стоит до сих пор. А это свежая. Что-то. Кладку ломали. Такое. Недавно совсем. Перегородки все сквозняком. О боже, о боже. Перегородка. Ну, вот этот кирпич, наверное, который и была возможность, взяли. А остальное вот плиты перекрытия еще не достали. Десять лет назад еще теплилось как-то здесь. А теперь все. Там вот в том доме, там была, это уже КХ. Служба находилась, а его теперь и дома нет. Там библиотека была. Вот уже когда людей стало меньше, когда торфопредприятие закрыли, но все равно жизнь-то теплилась, можно было сохранить. Как раз в тот момент, когда заступил к власти наш бывший глава района. Анатолий Яковлевич Трофимов продал предпринимателю. Он их разбирал. Часть перекрытий смотрю. Вот. А керамзит, кстати, который здесь лежал на чердачном перекрытии, он сейчас в моем доме. В Бижайнице привезли и делали капремонт наших домов по программе капремонт. И керамзит там. Плиты, я не знаю, может быть, тоже куда-то попали. Ну, а кирпич, эта кладка, видно, крепкая была, ничем не взять. Поэтому вот они и остались до сих пор, эти кирпичи. Жило по три семьи в одной квартире. Вот. Вот. Было население, я говорю, доходило до девятисот человек. Вот. И все дома были вот эти пять домов, от которых осталось только развалины двух. Если бы думали наши руководители, что можно было эти дома сохранить. Вот. Вот. Вот два остатка от этих домов. Вот. Которые в семьдесят втором году. Я даже здесь штукатурил. Учился. А теперь нечего здесь. Жалко. Жалко. Ну, слов нет. Жалко. Но об этом нельзя говорить, как вчера этот Медведев сказал. О трудностях нельзя, прошу, не говорить. Или как-то так вот. Да. Это... Это сложно. Это сложно. Да. Это сложно. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...